Мерлетто может у меня часто проскальзывать, потому что мерлетто – это такое красивое слово, это кружево. Это венецианское слово, и Доретто рассказывала в своей книге, что пошло, скорее всего, от зубчиков на... Если стоять на площадь Самарк и смотреть на все эти здания вокруг, там в архитект. Со временем Реттичелла стала настолько изысканным, настолько богатым, что ткани практически не было. Все составляло вот этот вот ажур, вот это кружево, так назовем, да, грубо. Зачем тогда использовать дорогую льняную ткань? И считается, что как раз Реттичелла было предшественником, то есть из него развилась пунта Инария. Наверное, вы слышали такую фразу, это воздушный стежок, или стежок воздуха чаще его называют, но можно отнести, как и воздушный стежок. Пунта Инария уже выполнялась как настоящая кружева. Вот оно уже было настоящим кружевом. Это сколок. И вот у него была другая техника, в отличие от Эмилия Арс. По этому сколоку выкладывали нить по контуру узора. И ее пришивали маленькими вот этими вот стежками. То есть не сначала делали стежки, а сначала выкладывали нить, пришивали. И дальше уже заполнялось игольным кружевом. Опять же, так же все это срезалось и получалось кружево. Конечно, это были очень жестокие условия для кружевни. Зарабатывали они не очень много. И про венецианских я отдельно расскажу. Это тоже интересно. Но, тем не менее, в 16-17 веках Италия была лидером игольного кружева. Именно игольным, отмечу. Самым известным принято считать гробу Эн-де-Венис, как раз, которая вам очень нравится. Это религифное. Называется оно почему по-французски? Потому что команда рыбаков пошла на рыбалку, вышла в море, и тут упали русалки. И они стали заманивать. Все, значит, рыбаки приманились к русалкам. Но один был в стойке, потому что его на берегу ждала невеста. И королева русалок, она была так восхищена ему, с его стойкостью, с его любовью, что она подарила ему. И на Бурану уже почти не было кружевниц, которые могли делать это кружево. Была одна только женщина. На Палестрине еще оставались женщины, которые делали коклюшечное кружево. Но оно было не очень качественным, не художественным. И, опять же, спросом тоже не особо использовалось. И благодаря аристократии, благодаря королеве Маргарите в 1871 году была создана школа кружева на Бурану. И Буранское кружево, оно плетется на вальке. То есть, если Эмилио Арс можно плести вот так, картонку взял в руки, ты делаешь это кружево. Буранское кружево делается на таком вот вальке, как коклюшечном, да, коклюшек такой. Есть еще деревяшечка такая, мурелла называется, деревяшечка. И там не картонка, там листы бумаги, и они перешиваются к ткани. И потом эту ткань, кружевницы накладывают на эту мурелла и пришпиливают булавками к подушке, к валику. И шьют его, что интересно. А здесь выше в каком вырежемку. Прям вот ножницы было здорово, и все. Вот прям ножницы мы вырезаем, делаем валик, и дальше плетем иглой, делаем плетение. Я не называю это кружево, это не кружево. Почему, объясню дальше. Потому что, когда мы будем говорить о батареи, это батист, это шейцарский батист, да. Поэтому у него такой житель. Просто на проследах, да? Просто в Италии как раз вот эти вот работы я выставляю на выставке с этими работами. А теперь перейдем, конечно, к моему любимому ретичелло, за которого я поехала учиться в Италии. Это работа по дизайну моего учителя Паула Барбией. Пауле сейчас, наверное, 65 лет, 68, не помню. Девочки. Очень строгое, очень четкое. А это вот игольное кружево, уже непосредственно игольное кружево Эмилия Арс из Болони. Родилось в конце 19 века силами аристократии. Дизайны для него были, рисовались художниками настоящими. Поэтому они, конечно, были все очень высокохудожественные. Это все еще на фоне арт-нуро, арт-деко, либерте, стиль по-итальянски. Вот. Здесь вот этот дизайн уже мастера, которая была очень известна. Она умерла не так давно. Вот такие вот цветочки она очень любила в своем кружеве. Это делается все по сколоку. То есть, кто знаком с коклюшечным кружевом, значит, берется картон. На картон накладывается рисунок, бумага с рисунком. Дальше закрывается все это пергаментом, чтобы не запачкалось от рисунка кружева. И дальше вот Эмилия Арс, она отличается от венецианского кружева по технике выполнения. В Эмилии Арс делается пунта-аподжи. Это такие вот прекрасные вещи. Это моя небольшая коллекция, которая совершенно спонтанно создалась. С старинных вышивок кружева. И там есть одна очень нас порадующая вещь. Это просто... Я очень люблю кружево разное. Конечно, больше я специализируюсь на итальянском, потому что как-то сложилось, что Италия – это страна моего сердца. И людей, которых я знаю, мне всегда помогают, если мне что-то неизвестно. Тем не менее, я знаю многие разные виды кружева, как венгерского, так и английского, армянского и так далее. Вот это, насколько мне кажется, это, возможно, румынское. Там очень сильна техника, когда плетется шнур, он плетется на руках. 1760-е годы. Ну, по крайней мере, мне так атрибутировали итальянские специалисты Андреа Челла. Взята у Галины из Москвы, бельевой шкаф у нее, группа ВКонтакте называется. Потом я приехала в музей в Бероне, в музей шоу, который есть там в доме Монцы. И там известная кураторка музея, она как раз дружилась с Дореттой Поли. Да, Дореттой Беронцы Поли. Я говорю, Тереза, вот я купила этот платочек, сколько, что это, это итальянский, не итальянский, как он долго, давно, срок его изготовления. Она посмотрела, посмотрела, говорит, ну это, скорее всего, Флоренция сделана, где-то 17 век. Я, насколько прекраснейшая, Дореттой Беронцы был жестокий в этом смысле. Если ему что-то не нравилось, вот эта вышивка, он просто ее резал ножницами, просто разрезал. Но, благодаря этому, в его лаборатории, ну лаборатория это мастерская по-итальянски, благодаря этому он делал настоящие шедевры. Сейчас один из церковных облачений, которые он выполнил, ну не у него, а у него мастерская, хранится у Папы в Ватикане, причем в сокровищнице. Потому что его одели один раз, и Папа сказал, нет, это настолько шедевральное произведение, что оно должно храниться в сокровищнице. Его убрали. Я видела эскизы, потому что эскизы рисовали настоящие художники, и, ну вот, эскизы, они оставались в лаборатории Дореттой Беронцы. Вот так я попала. Это не атрибутировано, поэтому я только предполагаю, что это геннесское, потому что далее, ну, именно по таким видам кружева гена была в данный селениционный центр. Вот, ну вот, к сожалению, у нас никакое лужа здесь не атрибутировано, просто написано «Италия», никакой века. Здесь даже не подписано, что это «Италия», но оно расположено в зале Фаэля, поэтому совершенно точно вот этот. Второй образец, он интересен тем, что в каждом, если присмотреться к цветочке таком, да, у него есть рисунок. Вот видишь, я не могла понять, что это за рисунок. В принципе, до сих пор, как бы, я отправилась в Италию запрос своему знакомому, который в венецианском кружеве занимается. Вот, что это за рисунки, но он так пока и не смог мне ответить. Здесь где-то есть, вот, то ли борцы, то где-то есть, вот, на, по-моему, скрипке играет дама. То есть каждый, каждый узор, вот, крупный, содержит какую-то сценку, да. И вообще, подобное кружево выполнялись как раз вот пробузы, а потому что оно плоское, естественно, не больное. Вот это уже имеет небольшой такой вот рельеф. Вот это меня очень потрясло, это кружево, посвятительно. Вот это, скорее всего, фунта роза. Хотя, конечно, очень сложно мне атрибутировать тоже. Но вот тут написано, Италия, кружево, XVII век. Как я уже говорила вчера, самый расцвет Патриянского игольного кружева пришелся, по-моему, даже на вторую половину XVII веку, может, на середину, на всяком смысле. Вот это вот как раз пальчик. Пункт розы, да. Это мельчайшая. Расстояние примерно 10 сантиметров между стеклом и витриной. Ну, где-то 7, пусть будет 7 максимум. Ну, вот подождите вот тут. Да. В свое время, в XVI веке, снимали уже прошение нивелирное, одевали кружево, потому что кружево было предметом роскоши. И поэтому были все законы в запрете кружево, так как предметы роскоши, поэтому даже в домашних использовании уже стали запрещать это кружево. Так что столько это тратилось невероятное, но мне кажется, что это все-таки больше техника, вот именно к козыбуде, мое предположение. Конечно, надо все рассматривать под лупой. Ну, а вверху там может быть, конечно, какое-то игольное кружево выполнено. Бордюры, да, но там тоже, по-моему, ткань, мне кажется. К сожалению, вот, мое зрение не позволяет в таких условиях рассмотреть это все, и лупу еще не обзавелась. Мне больше это кажется. Не вверху это плецовная коклюшечная кружева, а вот это по рисунку Чезаре Вичелла. Это одни из первых книг были с узорами кружева, для кружева, для вышивки. И вот это старинное такой вот образец старинного кружева. Это игольное кружево. Это игольное? Да, это игольное кружево. Это, конечно, очень не эти вставки интересные.